Всем привет, друзья! С вами как всегда Стич Джон Марстон и его новая подруга Снежинка. Ставь палец вверх, если тебе нравится его новая подружка. Но я бы хотел в этом ролике показать вам необычную пасхалку в Red Dead Redemption 2, а именно лавину, которая находится за пределами карты. И попасть сюда можно только с помощью бага, который я уже много раз показывал на стримах и делал даже отдельный ролик. Ссылку я на этот ролик оставлю в описании под этим видео. И если честно, мне непонятно, почему Рокки добавили эту пасхалку, вот эту вот самую лавину за пределами карты. Потому что, если игрок не знает, как сюда попасть, он никогда ее не увидит. На самом деле, лавина смотрится очень эпично. С двух сторон она сошла, как мы видим. Во-первых, сошла вот с тех гор и сошла вот с этих в двух местах, при этом поломав очень много деревьев. Вполне возможно, что Рокки решили сначала добавить какую-то миссию, связанную с этой лавиной. Либо вот эта часть карты была открыта изначально в первой версии Red Dead Redemption 2. Но потом по какой-то причине они, может быть, урезали карту. И вот эта вот лавина осталась за ее пределами. И так просто вам ее не увидеть. Снежинка, пожалуйста, подожди меня здесь, а я попробую подняться чуть-чуть повыше. Может быть, Рокки хотели сделать какую-то дополнительную миссию. Так как, в принципе, теоретически, чисто теоретически и гипотетически, эту лавину, ну не именно эту, а вообще, можно создать лавину в Red Dead 2. Но практически это сделать невозможно. И можно лавину увидеть только вот здесь. Круто сделано, друзья. Если честно, я уже даже лошадку себе тут активировал с помощью читов. Но она у меня где-то здесь находится. Не знаю, если честно, где. Я сейчас попытаюсь подняться чуточку повыше, чтобы мы с вами сверху смогли посмотреть на все это, на всю эту красоту. Надеюсь, что я вниз не упаду. Красоту я вниз не упаду. Так, отлично. Я думаю, вот это место будет самое то, чтобы посмотреть вот с этого ракурса на вот эту вот лавину. Но выше смысла нет подниматься, потому что туда очень долго добираться. И вот такая вот, друзья, красота. Смотрите. Ну как, красиво-то красиво, но если оказаться под этой лавиной, под этой лавиной, на самом деле, это было бы очень жутко. И вы просто бы оказались под огромной толщей снега. Видно, что вот здесь она сошла. В чем причина, непонятно, друзья. Что-то должно было повлиять на вот это место, чтобы лавина вот так вот пошла вниз. То есть, скорее всего, это дело рук человека. Хотя, может быть, многими столетиями снег здесь копился, и в какой-то момент он просто тупо сошел вниз. Но, ребят, повторюсь еще раз, очень красиво смотрится. На мой взгляд, классно, но, к сожалению, моя снежинка, ребят, убежала от меня. Этот выпуск я хотел посвятить снежинке, но она исчезла. Если посмотреть, то, кстати, здесь видно озеро. Вот это самое озеро. Тут, кстати, есть даже домик, где, если я не ошибаюсь, можно найти могилу неудачливого фигуриста с его же скелетом и его вот этот, собственно, дом. На этом, ребят, все. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был, как всегда, Стич. Увидимся в новых роликах. Самое главное, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Поддержите меня лайком, подпиской. Ну и также вступайте в группу Стича в ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья. С вами был Стич. Всем до новых встреч. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»